здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика наконец-то я добралась к свитеру девчонки вот поэтому сегодня мы его начинаем вязать кто хотел кто ждал мы можете начинать буквально в течение недели я выложу вторую часть сейчас на начинаем спинку и вперед вязать в этом видео первым делом по поводу не так расскажу вам что я прикупила акрил недовольна девчонки еще у вас у вас возможностей сто раз больше чем у меня под поэтому ищите нитки хорошие с шерстью чтобы были потому что я искала хотя бы приблизительно ту толщину которую я хочу и хотя бы приблизительно чтобы они выглядели так как я хочу и купила вот это вот это чудо но это чудо девчонки в 100 граммах 250 метров стопроцентный арк акрил модель турция вот называются они дура не знаю есть у вас нет вас но у вас есть огромнейший выбор не так ориентируйтесь приблизительно на эту толщину чтобы вязать по моим размерам если нет если берете другие спицы идут другую толщину пряжи арень будете арень далее я буду все измерять сантиметрах ориентируйтесь на сантиметр и на нужный вам размер то есть по плотности рассчитывайте уже своего опытных девчонок я думаю проблем не возникнет у неопытных девчонки старайтесь подобрать то что я говорю и спицы и вязать так также и спицы и нитки те которые я рекомендую плотность не я еще раз повторюсь мне вот эти именно нитки я понимаю что у вас их может не быть поэтому приблизительно вот толщину нити и толщину спицы спицы 3 миллиметра вязать снова расчеты у меня будут на три размера я вяжу размер с и набираю сто девять петель так 109 петель на девчонки мои забыла сказать забыла сказать по поводу не так количество ниток для размера с 700 грамм 750 и 800 грамм сейчас напишу это по количеству не так 700 750 и 800 так разобрались теперь спицы резинка основное вязание один размер пробовала я девчонки не то все не то мне хотелось максимально приблизиться к оригиналу и поэтому я очень много перевязывала переделывала поэтому пока не нашла оптимальный как бы вариант далее вяжем 4 ряда лицевой гладью то есть в лицевом ряду это лицевые петли в изнаночном ряду изнаночные петли для того чтобы у нас получился вот этот валик внизу который поэтому сейчас я 4 ряда вот видите вот за я их обозначила 4 ряда лицевой гладью гладь сейчас я его вижу до резинки вот это начало нашего вязания видите вот они наши 4 ряда это сантиметров я думаю здесь уж сантиметры даже при любой плотности вяжите эти 4 ряда это полтора сантиметра далее переходим на резинку один на один первую я вяжу изнаночная потом вторую уже лицевую но лицевой петлю вот смотрите я вяжу за это задняя вот это передняя стенка да я правильно понимаю девчонки изнаночную нормально а лицевой вот так вот за вот эту вот видите за верхнюю петелечку для чего сейчас объясню потому что я вязала обычную резинку здесь резинку девчонки вяжем не туго тоже поймете потом со временем почему так поэтому я и спицы не брала потоньше вернее я и брала я пробовала я уже и спинку связала целиком не распустила два раза пока я вот добилась там в узоре в оригинале там резинка переходит в эту пышную резинку не без убавлений и она не затянута она свободно висит вот этот свитерочек он не стянут в резинке поэтому мне нужно было добиться этого эффекта а резинку если не затягивать если вязать свободно резинку один на один она получается корявая когда растягивается по узору потом дальше я вам покажу вы увидите почему именно так и эта резинка получается корявой поэтому вот я попробовала вот этот способ перекрученная лицевой петли она перевернутая получается видите она как бы сюда перевернута вот тогда она более-менее выглядит из всех моих испробованных вариантов этот вариант вы выглядит наиболее близким к оригиналу поэтому вот так вот девчонки казалось бы такой простой свитер да ну что там резинка английская резинкой вперед и реглан нет тут насколько много нюансов девчонки а как как оказалось я тоже так думал что все все просто нет не все так просто как кажется я же говорю я уже я его значила буквально и как я выложила это видео с обзором я его начала вязать буквально уже через неделю потом уже на что видела что по отзывам уже все явно это шестерка она у нас лидирует его надо вязать хотя я полностью с вами согласна я тоже была за этот джим перочек вот но думала за недельку я его хлоп и свяжу они тут там было хлопцы за спинку распустила хлопцы 2 распустила вот и через несколько моих таких неудачных попыток ну девчоночки мои это все опыт все приходит с опытом поэтому важно то что мы к чему-то придем все продолжаем вязать резинку не затягиваем перекручиваем лицевую петлю так мой хороший смотрите провязала я 20 рядов 20 рядов это у меня это при том что это любой размер все размеры 7 сантиметров 20 рядов 7 сантиметров теперь переходим на основную вязку здесь я нарисовала как бы расширена но она не расширена на самом деле даст другая раз 21 ряд я вижу сейчас резинкой но не перекручивая лицевую петлю вот сразу видно видите тут она отличается эти то есть 21 ряд и в изнаночном ряду все лицевые ряды мы вяжем резинка один на один вот я его провязала а в изнаночном ряду мы вяжем эту полу патентная резинка либо пышная резинка кто как так и называет полуанглийская то есть лицевую петлю мы вяжем на ряд ниже изнаночную нормально лицевую не за первую петлю а вот именно в дырку под петлей предыдущий ряд и таким вот образом вот это и весь узор лицевой ряд резинка один на один в изнаночном ряду вяжем на петлю ниже на ряд ниже вернее не на петлю а наряд ниже вот в дырочку и так продолжаем наше ровное вязание ровно 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 ширину я вам измерю попозже девчонки кому нужно проконтролировать ширину прокрутите видео чуть дальше продолжаем вязание ширина размеры будем мерить попозже в сантиметрах так девчонки вот смотрите провязала я ровное полотно до нашей проймы эту эту деталь я сейчас вам мерить не будут у меня связана спинка и я измерила уже по постиранной и разложенной спинки поэтому то есть полотно я мерила не в сухом виде а именно уже в готовом виде чтобы вы имели в виду вот моя ширина детали 50 целых ну как бы ширина вот этой детали в разложенном намоченном виде то есть уже обработаны 55 сантиметров соответственно вот 55 60 65 для всех размеров так и теперь я буду делать подрезы не будем лишь вязать наш реглан вот на такой вот высоте мы переходим вязание реглана так для подрезов мы закрываем петли для всех размеров одинаково 4 5 6 петель и вяжу ряд до конца то есть здесь в начале ряда я закрыла 6 петель так провязала я до конца ряда теперь в начале следующего я снова закрываю 6 петель 1 2 3 4 5 6 и снова вижу до конца ряда но уже выполняю узор это понятно да так провязала я до конца ряда то есть у нас смотрите у нас здесь еще здесь 6 петель закрытом это и будут наши подрезы здесь я пишу 6 петель и здесь 6 петель теперь внимание каким образом мы будем вязать реглан снимаем первую кромочную далее у нас идет изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная то есть всего 6 петель но если не считать кромочную то 5 петель 3 изнаночные между ними 2 лицевые и далее вот здесь у нас будет ведущая как бы петля к которая будет которая мы будем закрывать вот от нее мы пляшем вот эти 6 петель у нас пойдут по всем по всей длине вот я закрыла сделала провязала две вместе и вяжу до конца ряда почти до конца ряда сейчас увидите теперь смотрите вот эти точно так же с этой стороны 6 петель у нас будут они на протяжении всего реглана то есть закрывать мы будем перед ними там мы после этих 6 петель а здесь перед ними вот я поменяла местами мне нужно провязать вот так вот за за переднюю стенку до чтобы повернуть эту лицевую сюда эти петли отведите снова у меня два три четыре пять шесть поворачиваемся теперь в изнаночном ряду внимание здесь мы уже не вяжем на петлю ниже а именно эти 6 петель 1 2 3 4 а именно вот смотрите первую петлю и вторую мы вяжем как обычную резинку первую вторую лицевую третью же мы вяжем по узору которая у нас перед вот этой петлей которые мы сокращаем вяжем до конца ряда то есть всегда теперь вот эти две первые петли мы будем провязывать обычной лицевой в изнаночном ряду так вот довязывая до конца девчонки здесь точно так же вот видите она одна вот эта петля которая закрывала после нее я провязываю под петлю как бы по узору а две остальные лицевые я провязываю обычным способом просто обычная лица и так далее мы продолжаем девчонки вязать наш реглан при этом вот эти вот петли у нас перед перед регланом вот они 6 штук вместе с кромочной и вот с этой петли вот это у нас лицевая петля она пойдет вот так вот весь на всем протяжении в конце у нас точно также 6 рядов ой 6 петель да вот они наши петли реглана и вот это вот пойдет на протяжении всего реглана и ею мы как бы будем сокращать я продолжаю вязать полотно вот делаем в каждом лицевом ряду эти сокращения изнаночные вяжем по узору про что я забыла сказать девчонки я забыла сказать сколько нужно вязать высоту вот она видите 40 сантим в сантиметрах я указываю я уже не считаю ряды по вашим просьбам я буду указывать в сантиметрах потому что действительно плотно спицы все нитки все может быть разное поэтому вот соответственно для всех размеров вот такое количество сантиметров до проймы вот это я забыла вам сказать девчонки и тут вот это до нашего подреза который можно сделать и уже связали спинку спинку связали вот она у меня еще влажная но она видно разница видите не намоченная и намоченная здесь уже похоже больше на оригинал вернее не больше на мой взгляд совершенно точно похоже вот так что хочу сказать вот как мы сделали эти подрезы и идем вяжем реглану сокращаем и сокращаем сокращаем сколько раз мы сокращать соответственно для наших трех размерах 32 раза с обеих сторон 36 раз с обеих сторон и 40 раз с обеих сторон с мл так по одной петли в каждом лицевом ряду ну здесь и здесь по одной петли и должно остаться у нас на спицах 29 петель и все петли мы закрываем вот вот видите все петли я закрыла это и есть наша спинка вот соответственно перевод так все я ее подвигаю я надеюсь со спинкой все понятно то есть вот эта часть у нас одинаково только здесь на впереди у нас будет вот такой вот вырез вырез мы начинаем делать девчонки вот с этого момента вот он наш как бы момент вырезать здесь мы довязываем то есть делаем 23 сокращение 2731 соответственно для всех размеров то есть я вижу размер с и вот здесь вот у меня вот видите 23 сокращение на спицах у меня у всех должно остаться 51 петля вот здесь если мерять для всех размеров должна остаться 51 петля теперь мы сделаем вот этот вырез вырез делаем таким вот по образом закрывать мы будем средние 21 по сторонам у нас должно быть по 15 петель вернее по 14 потому что здесь уже мы вот эти две мы считаем как одно как одну петлю поэтому 14 раз 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 и закрываю я средние 20 ой 21 забыла забыла все думает что у меня одна петля лично значит здесь мы закрываем 21 центральную петлю теперь вяжем до конца ряда 3 4 5 6 7 здесь мы закрываем 8 9 10 11 12 13 14 вот то есть 21 14 теперь каждую сторону мы заканчиваем отдельно так в изнаночном ряду провязываю изнаночный ряд так лицевом ряду закрывает 4 петли 1 2 3 4 далее по узора и не забываем закрывать реглана и не забываем закрывать регланную линию 1 у меня здесь петля 2 вместе реглана и довязываю до конца изнаночный ряд здесь я закрываю теперь 3 петли здесь уже реглан видите у нас уходит его уже у нас не будет я просто закрываю 3 петли и здесь у нас уже остается 6 изнаночный ряд снова 3 петли 2 3 на спицах остается 3 петли которые мы провяжем до конца и еще изнаночный ряд и закроем все три петли вместе смотри как у меня узелок хорошо вышел как раз он у меня не будет ничего мешать так вот и все вторую пола сейчас я вам все напишу на листке на схеме на нашей вторую половину соответственно я закончу точно таким же образом то есть здесь сначала 44 вот они 4 потом 333 с обеих сторон одинаково еще раз 33 и уже закрываем тоже мы 3 и 3 вот вот это наш вырез горловины на перед сейчас я доделаю вам потом покажу так смотрим вот она девчонки еще не намоченная если надо пишите в комментариях покажу в следующем видео следующая часть будет все остальное задние рукав горловина и сборка это будет следующем видео это видео я заканчиваю единственное вам измерю длину всего изделия так девчонки измеряют длину 55 сантиметров у вас это будет 60 и 65 сантиметров соответственно приблизительно девчонки плюс-минус пару сантиметров это уже очень сложно просчитать так что ориентировочно я вам говорю видите какая коротенькая коротенький перед не и постиранный вот на этом первая часть заканчивается девчоночки все остальное видите у меня камера с ума сходит все остальное во второй части так пока вяжем перед и спинку все а я с вами прощаюсь всем пока пока камера не хочет снимать все она хочет чтобы я заканчивалась всем пока